31-летнего мужчину задержали полицейские после того, как в одном из дворов на улице Чистопольской в Казани около бордюра он в землю закопал конфету. Оперативники к тому времени уже подозревали молодого человека в сбытии наркотиков бесконтактным способом и догадывались, что под оберткой там далеко не сладости. Слават Мухаммадуллин продолжит тему. Где сегодня сделать закладку? Покажи пальцем. В этом углу. Вот в этом углу? Да. Вот здесь вот? Да. В чем должно быть? В обертке. В обертке из-под конфет? Да. В том, что 31-летний мужчина может быть причастен к сбыту синтетических наркотиков, оперативники знали. Информацию об этом получили еще в середине мая. Задержали подозреваемого во дворе одного из домов на улице Чистопольская в Казани сразу же после того, как он сделал закладку. Что-либо утаивать у задержанного теперь уже не было смысла. Здесь что делал? Собирался сделать склады. Склады. С чем? С СК. С СК. Успел сделать? Одно. А где именно? Против четвертого подъезда. Где именно? На углу бордюра. На углу бордюра. Все понятно. При вас имеется что-то запрещенное? При себе у мужчины зелья больше не было. Было в машине, о чем он и рассказал полицейским. А где есть? В машине. Что там именно? СК. СК. А сколько? Свертка. 38. 38 свертка. Затем был досмотр машины и обыск дома. Там еще обнаружили 10 свертков, приготовленных для закладок. Экспертиза установила, что в свертках, в том числе и замаскированных под конфетки, находились синтетические наркотики ПВП общей массой 26 граммов. В настоящее время по данному факту в отношении казанцев возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3, статьи 30, частью 4, статьи 228, прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Дожидаться суда он будет под арестом. Сейчас полицейские проверяют его возможную причастность и к другим преступлениям. Слава Тухмадулин, Вызов 112.